Друзья, всем привет! Сегодня предстоит непростая работа вот с этим заброшенным Неваки. Он находится в таком историческом месте, вы видели, напротив Красной площади. Два года за ним не ухаживали, ничего не делали, или может быть что-то и делали, но не то делали. Сейчас уже история умалчивает это. Сегодня надо начать его исправлять. Понятное дело, что Неваки, который не обслуживался два года, он, как правило, не подлежит мгновенному восстановлению. Для этого потребуется уже время. Скорее всего, пара сезонов. Начинаю с макушки. Обычно первичное формирование я начинаю всегда снизу, а вот когда мы исправляем что-то уже у формированного дерева, то лучше начать сверху по очень простой причине. Когда мы что-то срезаем, все это падает вниз и накапливается. Если идем снизу, то у нас постоянно надо будет очищать все, что внизу. Поэтому начинаем сверху, и мы видим, что здесь у нас, естественно, за время моего отсутствия появились некие побеги-лидеры, которые забрали на себя всю силу. И вот вы видите, насколько толще они остальных побегов в этой части. И они здесь должны быть, в общем-то, тонкие. Поэтому вот эти побеги толстые я сейчас буду просто убирать. И вот этот тоже. Вот у него даже, кроме этого, мощного... А здесь есть маленький побег от него, поэтому я не полностью его убираю, а оставляю пенек с этим тонким побегом. Ищем, есть ли внутри какие-то слабые побеги, на которые мы можем перевести все, что торчит. Потому что эта верхняя часть, она не должна быть, конечно, настолько тяжелой и настолько большой. Как всегда, неваки, сделанные в стилистике садовой бонсай, они перезагущены. И поэтому возникает множество проблем. Они сами не могут разобраться, что им дальше делать. Они продолжают тянуться к свету, расти. В результате дерево теряет форму и выглядит, конечно, совсем неприлично. И при восстановлении формы неизбежно, конечно, происходит полысение. Я, конечно, сейчас буду очень стараться максимально его минимизировать, но полностью мне это точно не удастся сделать. Вот они опускаются, вот эти все побеги. И поэтому они, во-первых, создают некрасивый периметр всей этой макушечной лапы. А во-вторых, они затеняют нижние лапы тела и сеют катастрофически. Вы видите, как они печально уже выглядят. Поэтому вот эти все свисающие ветки я сейчас буду убирать целиком. Поднимать их бессмысленно совершенно. Да и невозможно. Их слишком много. На верхушке тоже будем ослаблять все побеги, которые торчат наверх. Вы видите, что на них, конечно, больше всего свечек, а не самые мощные. Эту макушечную часть нужно будет прочищать наиболее основательно. Она в противном случае заберет на себя все ресурсы. Так. Это все висит. Это все висит. Поэтому целиком будем убирать. Эх, а это что? Это все торчит. Внутренняя структура вот этих лап, она, конечно, ужасная. Она очень нездоровая. Здесь все перекрещивается. Все ужасно загущено. Никакой логики в этом нету. То есть, по сути, приходится каждую веточку анализировать на предметы ее уместности. Нужно ли ее оставлять или не нужно. А как вы понимаете, веточек у этой сосны сотни. Самые мощные убираю кое-что лишнее вырезаю сразу уже, не дожидаясь. Так, это что? Так, это что? Такое очень сильно полысело. Вот, видите, внутренние веточки. Еле живые. У них надо вырезать косты. А если нижнюю хвою убрать, то выглядит лучше. Аккуратнее просто. Получается ровная линия. Ну, надо, конечно, это не очень много. Это делать чуть-чуть. Самые нижние. Посмотрим. Может быть, мы потом ее еще чуть-чуть больше проедим. Но пока. Пока лучше остановиться. А вот теперь я пройдусь по свечкам и посмотрю, где их больше двух. Буду уменьшать до двух. Вот. Вот они три. Центральную, самую мощную, сразу убираю. Чтобы она даже не тратила на них силы. Потому что их все равно надо будет укорачивать. Но и ресурсы уже будут потрачены на их рост. Чтобы вот это предотвратить, лучше сразу убрать еще на этапе, пока это почти почка. Переходим на нижний уровень, который, конечно, выглядит совсем порчевно. Особенно вот эта часть, которая была больше всего в тени. И ее сильно уменьшить нельзя, потому что иначе у нас макушка совсем оторвется. от нижней этой лапы. А они же все-таки составляют единая часть. Это крона единая. Я специально ее так сажал, чтобы с этой стороны максимально вот эта нижняя лапа приближалась к верхней. Но в результате здесь, видите, из-за неухода все здесь поумирало. Все. Вот. Еще один пример, да? Одна веточка только живая. Все остальные либо мертвые, либо задохлики. Так, это уже все. Вот здесь надо уже внимательно смотреть, не спешить. чтобы случайно все-таки не вырезать то, что еще живое. И, конечно, такие лысые элементы красиво сейчас смотреться не будут. Может быть, все-таки придется уменьшить по высоте, чтобы вот это вот не торчало. Вот это вот ни о чем совершенно, конечно. Очень некрасиво это все смотрится. Не будем ждать, когда здесь проснутся спящие почки в этом сезоне. Я уверен, здесь что-то проснется. И тогда можно будет эту часть загустеть. Так. Эх. Но все равно самые мощные центральные я буду сейчас ослаблять. Опять же, чтобы дать свет ниже лежащим. Здесь еще хуже ситуация. Ниже. Все. Больше здесь ничего сделать нельзя. Вот она такая пока лысая будет. Здесь тоже вот это вот торчит. пока вот так только могу укоротить. Иначе здесь вообще ничего не остается. Это лапа очень печально выглядит. Она практически лысая. Хорошо, конечно, что она, в общем-то, к стене ближе. И, наверное, не будет так бросаться сильно в глаза. Кто-то здесь обрезал, видите, просто не переводя на какой-то побег. По середине побега обрезал. У сосны так делать нельзя. Ничего не дает. Этот побег потом просто отмирает. Все мелочи приходится учитывать. И на это уходит, конечно, очень много времени. Ну, чтобы потерять форму, да, достаточно одного года. За два года уже происходит просто катастрофическая потеря формы. А больше это то, что уже надо по-новой делать. Если это три, четыре, пять лет, то все. От старого ничего не останется. Все будет переделываться. И тогда время, которое на это потребуется, конечно, будет исчисляться уже годами. Не два сезона. Намного больше. Но, правда, все равно это чаще всего стоит делать, потому что у таких деревьев мощный ствол и мощные ветки. То есть их стоит над ними поработать, покорпеть и несколько лет подождать, когда они приобретут снова классный вид. Потому что если делать опять с нуля, то это еще больше времени. Ну, пока так. Теперь у нас осталась еще одна несчастная. Именно для того, чтобы стимулировать пробуждение спящих почек внутри кроны. Нужно ослаблять самые сильные места. Вот как вот этот вот мандомер. Самый мощный пробег центральный. Я удаляю. И она короче становится вообще. Это лапа в результате. В основании веток, конечно, совсем тонкие желательно убирать. Ну, этот уровень, конечно, намного печальнее выглядит. Наверное, тоже подтянем. Так, я ниже. Ну, тоже такое печальное состояние. И везде здесь лапаты валяются. Завелись и не для слабомерных. Удаляю все мертвые, ослабленные веточки. Укорачиваю более сильные, чтобы стимулировать пробуждение спящих почек внутри кроны. Ну, и там, где я вижу очевидные загущения, где я вижу, что висит прямо, висят побеги вниз. Я их удаляю просто. Либо подтягиваю, если есть такая возможность. Кроме того, что она меня ужасает, сказать ты нечего. Здесь просто не пробраться. Зараз я. Это вот излишнее загущение, лапа, она всегда приводит к этому. А садовой бонсай, к сожалению, всегда вынужден существовать. Вот именно в таких условиях. Когда эти ветки сюда, эти ветки наперекосяк, все это пересекается вместе. В результате здесь какие-то просто не ветка, а доходяга. В ней особого смысла-то даже нет никакого. Вот это обилие пеньков, конечно, тоже не способствует здоровью дереву. Поэтому я пользуюсь кусачками для бонсай, потому что они наиболее чисто срезаются. поднакапливаясь внутри, не только не пропускает свет, но и создает благостную среду для грибов, для зимовки вредителей. То есть все удовольствия. Сейчас самое печальное будет вот это, конечно. До нее свет вообще не доходил ни в каком виде. И она будет сейчас предельно лысая. не было бы счастья или не счастья. в противном случае такие вещи боишься делать, потому что повысит, клиент будет недоволен, а тут как бы извиняйте, ничего сделать нельзя. Да. Здесь вообще ничего живого нет. вся эта ветка уже не подлежит восстановлению. То, что висит, сейчас обрежешь ее, вообще ничего не останется. все равно здесь свет нужно пустить сюда. не бывало и по хуй. Это всего два года. Там бывали те годы, там и по пять лет. Там вообще ничего не оставалось, да. Там просто по-новой надо делать все. да, это совсем лысо. Да. Что с этим делать вообще? Вот эта совсем полусела. Она практически мертвая. Ее отпиливать надо. Вот эта вся. Она не восстанавливается. Спасибо. это тоже там где у нас на концах и побега конечно стоит и кукар убрать центральный побег я уж противном случае он продолжит вести суда так у нас здесь внизу 4 ветки и это конкретно ветка находится прямо непосредственно вот под этой что вообще плохо в любом случае при недостатке света вот эта нижняя ветка совсем захерела осталось всего несколько живых веточек и нет смысла пытаться это восстанавливаться она в этих условиях не восстановится никогда она будет еще долгие годы как бы в таком состоянии пребывать уродовать фактически дерево не украшать его поэтому до принимаю решение убрать я понимаю что она стоит 50 тысяч рублей если цену всего не ваки поделить на количество веток но выхода никакого нет ничего не исключаю что мы это удали которые к стене у которых у которой ними не больше шансов на жизнь так вот эта ветка тоже у нас совсем задняя у нас сейчас три ветки вот эти на одной единой линии на прямой и они все с одной стороны получились что тоже конечно странно как минимум плюс это наверное одно из самых теневых мест потому что здесь прямо рядом здание поэтому вопрос стоит о том что нужно удалять скорее всего эту ветку тоже бамбук может снять вообще все это не украшает совсем когда это было скрыто лапами большими то но вроде как бы ничего да было бросается глаза так но титанические усилия привели пока только к такому результату на самом деле как ни странно да было бы счастье или несчастье помогло в результате удаления этих нижних веток которые безумно ослабли были уже за пределами возможности восстановления открылось основание дерева и она выглядит намного более природно и интересно чем до того потому что это нижняя юбка полностью закрывала раньше основание но конечно и форма и насыщенный слаб их их внутреннее содержание оставляет пока желать лучшего но первый шаг друзья всем привет сегодня продолжаем восстанавливать вот этот вот садовый бонсай тире не ваке который находится прямо напротив кремля и красной площади сосна дала свечки и сейчас необходимо будет поработать с этими свечками чтобы продолжить стимулирование появление новых почек в глубине кроны в глубине вот этих вот самых ярусов и таким образом снова сделать их более наполненными и со временем более четкими сейчас они все равно достаточно рыхлой формы ну из-за того что много было утеряно так что приступаем к работе у нас сегодня два помощника даня и марк так что я думаю мы быстро с ней справимся значит у нас задача выравнивать эти лапы да и ждать пробуждение каких-то спящих почек вот в лысых этих частях для этого мы ослабляем кончики на кончиках на кончиках может быть больше двух свечек но учитывая слабость этого дерева мы сейчас не будем доводить их количество может быть только наверху это сделаем а здесь нет то есть мы будем оставлять все эти свечки но просто если свечки совсем маленькие мы их не трогаем там нечего укорачивать а те которые вот выросли вот как вот здесь мы будем укорачивать вот из этих трех мы укоротим две и укоротим их на концах мы будем укорачивать довольно существенно на две трети тем не менее а те которые в глубине мы будем укорачивать по воображаемой будущей линии верха этой вот лапы так чтобы они нам в будущем создали как раз но относительно ровную такую выпуклую поверхность вот то есть здесь мы будем немножко меньше укорачивать и вообще будем укорачивать зависимости от того где вот эта линия проходит будущее чем она тоньше тем больше пенек мы оставляем от свечки и наоборот чем она толще тем больше мы укорачиваем сейчас попробуем кстати если они уже древеснеют и не отщипываются ну вот они уже да пожалуй уже надо резать когда свечки когда свечки уже руками легко не ломаются то надо делать ножницами и когда вы отрезаете ножницами желательно залезть ножницами под углом есть раздвинуть эти свечки и уже отрезать таким образом чтобы не повреждать оставшиеся иголочки не уменьшаем их количество учитывая слабость дерева оно недостаточно вообще света получает здесь солнце прямое только условные какие-то там два часа наверное может быть чуть больше поэтому мы с ней работаем несколько лояльнее к ней мы практически все свечки укорачиваем кроме тех которые совсем маленькие и там нечего укорачивать они совсем слабенькие потому что задача вывести эти лапы на некую форму ну вот той самой тарелочки с которыми делают садовый бонсай то есть у нас здесь не стоит задача переделать это в неваки классические если все-таки из трех свечек одна прямо очень мощная совсем мощная ну тогда можно ее удалить и оставить только две короче нет универсального прямо какого-то правила которое легко везде применяется везде нужно включать мозг и думать в этой ситуации что я делаю и почему то есть это самая медитативная из всех операции конечно формирование сосны когда в зависимости от ее состояния размер можно углубиться на несколько часов вот в эту вот стрижку да даже и не стрижка получается потому что мы же по-разному каждой свечке относимся техники садовый бонсай все это стрижется большими топиарными ножницами просто по контуру и и конечно ну в данном случае это вообще не сработает потому что утеряна уже форма значительной степени во вторых после этого все равно надо прочищать эти лапы потому что они загущены безумно в третьих это приводит еще большему загущению в конечном счете если мы не выбираем свечки а просто и укорачиваем их может быть там и 5 и 6 на одном конце и конечно на следующий год это превратится зверский колкун который уже будет реально отнимать силы у всего дерева все на себя брать там где хвоя уже мертвая ее тоже по выдергивать хотя бы частично потому что это заметно с далека сразу создает образ не очень здорового дерева поэтому сухие иголочки лучше тоже убирать висящие веточки убираем и вот вот внутри кроны вот вот они висят они здесь бессмысленны совершенно никакой красоты не создают они забирают ресурсы а внизу нет внизу потому что ветки ослаблены и мы так сил не хватает а верхушка она в любом случае привилегированном положении здесь все все есть она торчит вверх а у нас здесь вот это спускается и они сливаются вместе поэтому так вот это вот здесь ничего нету да совсем слабенький побег так так вот это тоже висит вот это типичная для садового бонсай технологии когда ветка выходит вот с той стороны где и нужные выходить потом она пересекает основной побег уходит куда-то право хотя должна расти влево потому что естественный рост веток он идет вот в этом направлении вот у нас главный побег от него вторичная поросль идет вот сюда они вот так вот заворачивается заполняем все это пространство поэтому я думаю что можно и и немножечко все-таки ослабить чтобы в будущем вообще могли спокойно отрезать всю эту часть чтобы она росла действительно туда слабее эти ветки понятное дело в принципе ствол то довольно красивый если бы новую вершину вырастить вот вместо этой палки которые конечно очень длинные довольно прямая и неизбежистая а что-то новое вот здесь например вырастить вырастить было бы клёвый ствол совсем был бы клёвый потому что он довольно сбежистый с изгибами мощное основание то есть все в нем есть большому счету стилистически все портит вот эта часть нет но мы конечно это не можем сейчас это делать совершенно но в принципе если бы это была моя сосна я бы наверняка начал бы ее переделывать полностью потому что из нее можно сделать прям что-то близкое к шедевру как садовый бонсай она конечно вполне себе адекватная даже я бы сказал она неплохая садовый бонсай но я поэтому и выбрал когда выбирал для клиента вам для клиента надо выбирать то что ты бы выбрал себе и тогда все будет нормально так вот это тоже висит конкретно висит конечно можно и вытащить наружу но станет ли от этого лучше не факт мне кажется она не нужна объективно и это тоже уйдет потом сейчас пока оставим но когда-то она уйдет потому что торчит вверх совершенно противоестественно так и вот это но это может что-то даст будущем году поэтому не буду ее трогать какие-то задохлики из нее просто тупо сил не хватает чтобы все ветки были достаточно сильными и она по глупости выпускает кучу побегов а сама не может их фактически содержать теленок не хватает но у нас только пока верхняя лапа на самом деле более менее приобретает какую-то форму все что ниже она конечно еще на вырост нужно ждать когда когда все эти формы наполнятся процесс будет не быстро на самом деле потому что наполнять это методом опять же садово бонсайным просто выстригая все чтобы здесь вот просто создавать неимоверную густоту это по большому счету не метод потому что цель стоит состоит в том чтобы придать постепенно верность всей этой структуре и соответственно многое будет отрезаться и процессе в этом небыстром процессе так или иначе дерево будет выглядеть не на все сто процентов какое-то время но это стоит сделать просто потому что лучше вот несколько лет помучиться что называется а потом работа будет одно удовольствие чем каждый раз вот приходить и разбираться в этом хаосе то есть и ожидать что каждый раз удовольствие не будет именно потому что ты подошел и понимает что это черти что вот поэтому лучше до потерпеть несколько лет и навести все-таки структурный порядок в этой лапе и потом работать с удовольствием и